Красный Легион во главе с Гоулом сделал то, что не удавалось никому прежде – завоевать последний город. Непобедимая армия Кабал громила всех своих врагов, и Стражи не стали исключением. Лишь благодаря чуду и подвигам безымянного Стража, Носители Света смогли вернуть свой дом и свой свет. Но свидание с Гоулом оказалось далеко не последним между Стражами и Представителями Кабал. На этом судне тебя ждут такие испытания, какие тебе и снились. Начнем мы исследовать. Калус. В свое время этот Кабал был императором, но его власть была узурпирована Красным Легионом и другими предателями за много лет до событий Красной Войны. До прихода Калуса к власти цивилизация Кабал представляла из себя военную аристократию. Для общего понимания, аристократия – форма государственного правления, при которой власть принадлежит знати. Знать Кабал, которая называлась Притариат, была свергнута Калусом в результате революции. Калус стал императором Кабал, единоличным правителем империи. Богатство, гедонизм и разгул стали основой на восформировавшейся империи. При этом Калус не забывал про своих. Так, притарианские богатства были распределены между всеми Кабал, а имперские легионы получили гражданство. Правитель, который ведет разгульную жизнь, но печется о своем народе. Это была мечта для всех Кабал, которые чувствовали себя, мягко говоря, ущербными по сравнению со знатью. Левиафан является одним из самых ярких примеров разгульной жизни Калуса и величия его войск. Разумеется, вся эта прекрасная история не обходилась без потенциальных и уже существующих угроз. Самая известная из них – псионская машина Окса, которая давала возможность провидения. Машина была разрушена империей Кабал, а псионы стали их рабами. Спустя сотни лет машина была восстановлена псионом Адзот на планете Брэнд. Армада генерала Умун Арата, о котором мы упомянем позже, отправилась на планету, чтобы избавиться от сложившейся угрозы. Однако Калус приказал остановить нападение и даже вознаградил Адзот за восстановление машины. Машина была интегрирована в империю Кабал, ей даже пользовался сам Калус. Одним из любимых развлечений императора Кабал был Колизей, где проходили гладиаторские бои. Именно там Калус впервые встретил Гоула. Гоул выделялся на фоне остальных. Он был полностью белым, что отличало его от многих других Кабал. Он стал таким после сильного солнечного облучения. Гоул приглянулся к Калусу, и очень скоро он стал его любимчиком. Гоул стал примасом Красного Легиона. Гоул стал неожиданным подарком для моего Колизея. Уродливый Альбинос из внешних пустошей, разгромивший врагов, трое превосходящих его по весу. Но, как я мог отказаться от столь уникального существа, он сражался, демонстрируя завидную выдержку и терпение. Большинство гладиаторов стояли в центре арены и обменивались ударами до тех пор, пока самый слабый из них не погибал. Но не Гоул. Он никогда не нападал спереди. Никогда не стоял подолгу на месте. Уставший, разозлившийся противник неизбежно допускал ошибку. Я заключал пари с напыщенными аристократами, делавшими ставки на исход сражений моих гладиаторов. Я ставил на Гоул, а тот, кто слишком сильно меня раздражал, должен был сделать ставку против него. Забава была, веселый. Но таким ценным даром, как у него, нельзя было рисковать в полизее. Я сделал ему примаза, красного региона и натравил на своих врагов. Однако Калусу было присуще подозревать всех и вся. Он и бывшая знать помнят революцию, которая свергла воинственную аристократию. Калус подозревал, что ему могут отплатить той же монетой. Свергнуть. Подозрения Калуса подтвердились. За его спиной разворачивался заговор. Но император Кабал даже и предположить не мог, что главным заговорщиком окажется сам Гоул. К Гоулу присоединились одни из лучших друзей и советников Калуса. Умун Арад, Шайотет, Адзот, Моли и Моли, Искаал и Кайатл. Умун Арад была генералом всех войск. У нее была паранойя из-за возможных угроз. Особенно по поводу вексов и улья. Шайотет был одним из телохранителей Калуса. Адзот, как уже упоминалось, был апсионом и главным ученым империи. Моли и Моли был одним из Калусов, кто поддержал Калуса во время свержения аристократии. Искаал был торговцем, а Кайатл, как не прискорбно, дочерью самого императора. Заговорщики пришли поздно вечером. Они прокрались в мой дворец, пока мы кутили. Их возглавлял лично Коул. А солдаты Красного Региона производили аресты. Представьте мое удивление, когда в мой дворец заявился консул, которого аж распирало от гордости. Это ничтожество с удовольствием плевало мне в лицо. Нас оттащили на Левиафан под покровом ночи. Они не стали меня казнить. Коул и консул боялись гнева толпы. Они знали, как шатка их власть. И как сильно народ обожал своего бога императора. Коул даже не смотрел мне в глаза, какие эмоции я читал на его лице. Неужели стыд? Как он мог так люто ненавидеть того, кто заменил ему родного отца? Нас заперли на Левиафане и отправили в самый далекий уголок космоса. Именно эту участь я давным-давно избрал для консула. Так был свергнут Калус и его власть. Обратите внимание, как уверенно Калус говорит о любви толпы. Возможно, Калус просто преувеличивает, но учитывая то, что Калус раздал богатство знати всем своим людям, то в его слова верится вполне охотно. Левиафану был задан курс заговорщиками, которому он следовал. Левиафан намертво встал перед валом безоглядной пустоты. Он не мог лететь дальше. В навигационной системе произошел критический сбой. Заговорщики проложили его курс через несуществующее пространство. Я не знаю, насколько долгим был наш полет. Годы. Тысячелетия. Время потеряло свой смысл. Пока я тонул в безнадежной пучине своего изгнания. Но это происшествие сголыхнуло меня. Оказавшись на грани вселенной, мы обнаружили нечто не так. Мы обнаружили ничто. Сидя в своей смотровой камере, я вглядывался. Идеальную бездну только я. О, мог понять открывшееся мне зрелище. Это было нечто более величественное, чем я. И раз оно существует, значит, я тоже могу стать чем-то большим. В один момент Калус даже отправил сообщение Гоулу. По каким нелегким путям провела тебя жизнь после моего изгнания? Когда ты смотришь на суровое лицо консула, ты чувствуешь укол к сожалению. Ты находишь утешение в задумчивом одиночестве. В тихом острове, в океане несмолкаемой болтовни. Столько времени ты проводишь в раздумьях о том, что могло пойти по-другому. Все эти несбывшиеся возможности наверняка преследуют тебя, как вереница озлобленных фурий, шепчущих тебе о твоих опасениях. Когда мы встретимся вновь, ты наконец поймешь, насколько страшна твоя ошибка. Свет этой вселенной скоро угаснет. Ты этого еще не видишь. Но я уверяю тебя, когда это случится, ты уже не сможешь этого отрицать. Не будет тогда ни укрытия, ни спасения. Единственный вопрос, который ты должен себе задать, это... Где я хочу встретить конец. Мне приходится задать тебе этот вопрос еще раньше. Скоро я улечу в то место, откуда будет хорошо видно, как мир поглощает тьма. Ты в это время будешь рядом. И в этом есть какая-то поэзия и чувство удовлетворения. Когда ты представляешь себе последний миг существования всего живого в этой вселенной. Что ты видишь? Сражения? Войны? Смерть? Ты борешься до последнего вздоха? И может быть, ты страдаешь? Я вижу не это. Эти последние минуты я окружен радостью, блаженством и хорошей компанией. Я буду последним, что они увидят. Так они преподнесут мне самый великий дар. Последнее осознание того, что я в своем существовании был выше всех других существ. Я знал тебя во многих ипостасях, гладиатор, примас, узурпатор. Я думаю, что с каждым новым оплощением мы узнаем что-то новое друг о друге. Сколько же еще жизней ты проживешь, пока наша связь не станет неразрывной. Однако, это моя последняя жизнь. Дальше мне некуда идти. Когда мы увидимся вновь, ты предстанешь перед тем, кто превзошел даже богов. А кем тогда будешь ты? Думаю, я наконец готов простить тебя. Бессмысленно вечно таскать за собой эту обиду. Я размышляю над тем, кем был ты и кем был я. И конец представляется мне неизбежным. Как я могу винить тебя за ядовитые иллюзии, которыми напомнят твою душу консул. Ты просто был марионеткой в его руках. В конечном итоге все это было к лучшему. Ведь так твое предательство предтеча моего величия. Порой охваченный жутким страхом, я вглядываюсь в космическую бездну. В этом кошмаре наяву все сказанное тобой, все чувства, испытываемые тобой ко мне. Все это было ложью. Я знаю, что ты сейчас в солнечной системе. Я пишу тебе потому, что совсем скоро я тоже буду там. Возможно, имеет смысл встретиться. Мои агенты отправились туда раньше меня, чтобы подготовиться к моему прибытию. Поначалу я предпочитаю установить хорошее отношение с местными. Знаю, тебя это может удивить, но мое отношение к низшим существам изменилось. Я вырос в этом плане. Теперь я верю, что в моей империи найдется место всем существам. ведь конец куда лучше встречать в компании. Гоул был для Калуса сыном. Даже несмотря на его предательство, Калус был готов простить его. Но все не так просто, как кажется на первый взгляд. Калус Калус упоминает тьму и конец всего сущего. И он готовится встретить этот конец. Он хотел бы видеть Гоула на стороне своей компании. Но кто является этой компанией? Речь идет, разумеется, о тенях Калуса. Тени Калуса это элитные бойцы лоялистов, которые служили ему. Ее главной задачей после изгнания Калуса было уничтожение тех, кто сверг его. Тени смогли избавиться от большинства, но Кайатл, Умун Арат, Адзот, Консул и Гоул остались живы. Известными тенями были Фелтрак, Псион. Эта вещь раньше принадлежала Фелтрак. Оружие в ее руках было гарантии победы. Слухи о том, что мои тени способны мгновенно убить кого угодно и где угодно возникли благодаря ей. Стражи ведь тоже имеют склонность к точечным ударам, верно? Возможно кто-то из них сможет занять ее место. Жизнь тени полна разочарований. Мне горько это признавать. Эту ношу я буду нести до последнего мига. В день, когда тени умирают, Фелтрак сидела в снайперском гнезде, с высока взирая на море сверкающих снарядов, под ней был корабль Гоула. Все оболочки на его инженерной палубе были заняты телами воинов Красного Легиона. Когда все в ее поле зрения умерло, она стала стрелять влетящие снаряды, те, что предназначались уцелевшим теням. Ей даже удалось подбить несколько. Но вскоре Красный Легион пустил нейротоксин в шахту ее воздуховода. Другой тенью Кауса был Джарус из расы Синду. Джарус смог убить Шайотета, Рул из расы Клипсов смог убить из Каал и Моли Имоли. Из других известных теней был падший Секрис, с которым император Кабал связался во время Вихря, который уничтожил цивилизацию Эликсни. Грозящее существо, которое состояло из света, было послано, чтобы убить Гоула, но ей не удалось. Последней известной тенью Кауса была Валус Нор. На своем пути во время изгнания Каус предлагал расам вступить в его империю, но одной из них это предложение оказалось не по душе. Этой расой были Клипсы, которых мы уже упомянули. Именно Валус Нор завоевала и поработила Клипсов, откуда был завербован Рул. Обратите внимание, некоторые из представителей Теней являются теми, чьи расы были порабощены Кабалами. Речь идет о Псионах, Клипсах и Синду. Но помимо порабощенных рас были и исключения, вроде Валус Нор, Падшего, Секриса и Грозящей, которая согласилась стать Тенью, лишь бы Каус оставил в покое ее народ. Эти Тени, как уже было сказано, исполняли волю Императора. Они должны были убить предателей и сражаться вместе с Каусом, когда наступит конец. Именно в этом моменте и появляются Стражи. Каус прибыл в Солнечную Систему, когда Гоул был убит безымянным Стражем. Император Кабал предложил оставшимся бойцам Красного Легиона присоединиться к его армии. При этом эти бойцы должны были собрать данные о Нессе, который Левиафан должен был поглотить для создания Королевского вина. Каус знал о Стражах, а поэтому он пригласил их на свой Левиафан. Что было дальше, вы и сами знаете. Стражи прошли все испытания, и Каус вознаградил их. Он предложил им союз, если Стражи посчитают это предложение благоразумным. Позже Каус Каус позвал Стражей уничтожить разум Вексов Аргаса, которые Левиафан случайно пожрал прямо из Несса. Стражи избавились от угрозы, но пламень Хаоса был готов убить носителей света. Каус спас их, показав свои добрые и дружественные намерения. Именно тогда Каус предупредил Стражей о надвигающейся угрозе. Стало ясно, что Император Кабал видит в Стражах свои новые тени, которые будут его союзниками. Позднее на Левиафан совершил налет Вал Кауор, последний командир Красного Легиона. Вал Кауор был убит стараниями Стражей и Кауса. Император окончательно убедился в том, что Стражи будут его лучшими союзниками и напарниками во время последней битвы. Сезон Изобилия начнется уже завтра. Калус играет в нем важнейшую роль. Его история невероятно драматична и мы были рады поделиться ею с вами. Нам предстоит узнать и найти массу ответов на вопросы об Императоре. Жив ли он? Где прячется, если жив? Как он выглядит в наши дни? Какие у него планы на дружбу со Стражами? Я надеюсь, новый сезон даст ответы. Ну а видео подошло к концу. Спасибо большое за просмотр. Очень надеюсь, что ролик понравился вам. Поддержите его лайком, комментарием и не забывайте, что ролики этой серии создаются в совместной работе со зрителями. Так что пишите. Удачи! Редактор субтитров Корректор А.Егорова